Доброго времени суток! Всем вас приветствует канал Белорусское пчеловодство. Сегодня у нас видео очередная распаковочка идет. Стол у меня пустой, ничего нету, одни ножницы. Сейчас на этой столе чудесным образом появится интересная коробочка. Видно, Андрей? Да, видно все, классно. Ну что это? Это воздуходувка. Воздуходувка называется, значит, название ее бензиновая воздуходувка ранцевого типа Ryobi RBL 42BP. Значит, вещь очень классная, очень мощная. Мощнее 86 штиля раза в полтора точно. Но это как минимум раза в полтора она мощнее. То есть, объем цилиндра, рабочий объем цилиндра 42 см3, ну, бензинового двигателя. Мощность 1600 Вт. Максимальная скорость воздушного потока 82,7 м в секунду. Расход воздуха на выходе из раструба, вот отсюда, на выходе уже, 850 м3 в час. Масса воздуходувки 8 кг, значит, режим работы у нее только вентиляторный, то есть она работает только на выдув, на всасывание она не работает. Тип двигателя двухтактную найдет и тип воздуходувки ранцевая, то есть эти 8 кг, вы скажете, что это тяжело, будет это там, да-да-да-да, это ранцевая. Мы ее повесили на плечи и сдуваем в течение 15-20 минут с магазинов пчел. То есть, в принципе, 20 минут носить на плечах, я думаю, это не такая уже и большая. Тем более, один человек носит, он ни магазины не носит, одну воздуходувку и сдувает. Да, просто носит воздуходувку и сдувает. Так, значит, вот наша воздуходувочка. Открываем прямо при вас, если честно, еще не вскрывали. Приехала она сегодня утром, нам позвонил поставщик, говорит, машина у вас в Могилеве, приезжайте, забирайте. Ну, вот такая вот мощная штука, конечно. В сравнении с 56-м стилем, это пулемет, так называемый, если честно. То есть, все как-то мощное такое большое. Ну, вот эта рукоятка. Ну, наверное, отлаживай, а... С педалью газа. Давай, будем отлаживать. А потом соберем. А потом соберем вместе, да. Давай, наверное, сразу. Что здесь? Да, кстати, читали. Читали характеристики. Ну, это, как всегда, наши белорусские поставщики. Они очень любимые нами. Характеристика была заявлена, что дополнительно опционально масло. Не, точно масло. Смотри, вот оно, Андрей. Ройоби масло. Ключик. На подзвездочку. Блин, класс. Все положили. Немаловажным фактором является то, что выбор на шпал. Почему на этой триобе не штиль? Штиль, конечно, раскрученная марка. Это мировой бренд. Два года гарантии поставщик дает на эту вещь. То есть, это немаловажным фактором при выборе нашим было. Значит, вынимаем все потихонечку. Все эти вкладыши. Возьми, Андрей, коробку, убери на пол. Вот это пулемет. Да, машина такая. Прикинь, вот это класс. Ну, надо разбираться с раструбами, со всеми, то есть, со всеми переходниками, со всеми с этими. То есть, довольно-таки, смотрите, то есть, ранец сделан не то, что там какая-то, ну, извините, простенькая штучка с застегнутыми на ней, скажем так, этими шлейками. Мягкая основа, подкладка, чтобы не вибрировала на спину, то есть, не давила, да, на вибрации это. Шлейки тоже мягкие. Шлейки тоже мягкие, вот они такие плотные, такие вот мягенькие шлейки. И здесь вот защёлка спереди. Ну, давайте я попробую одеть, Андрей. Давай, может, соберём сразу. Проблю собирать. Ну, давай, попробуем собрать. Давай сначала раструб. Гоп. Раструб, ага, вот этот вот, гопа. Так. Ну, надо же по-правильному, как говорится, наши русские люди сначала собирают, а потом инструкцию читают. Давай мы остановим, может, видео на минуту, да? Да, сейчас инструкцию почитаем. Ну, почитаем инструкцию и соберём. Вот, почитали мы инструкцию, немножко здесь разобрались, как бы здесь всё понятно, то есть, становится. Становится всё на свои места. Значит, ну, вот он первый раструб, из которого уже выходит воду. Одеваем его на второй раструб. Вот она соединяется вот таким вот соединением, на шлицы типа такие, и закручивается, зажимается. То есть, здесь сделано под угол, то есть, она туда входит. И вот здесь вот такая защёлочка есть. Вот она с двух сторон так вот фиксируется. Точно такой же принцип и здесь. То есть, мы надеваем, держим, зафиксировали, всё. Вот он уже в первый раз труб готов. Такой длинный. Длинный, да. Очень, очень причём длинный. Значит, вот здесь вот у нас идёт... Вот, значит, нужно оставить вот эти вот прорези для провода вот этого. Именно вверху нужно оставить. То есть, сейчас мы поставим. Так. Есть у нас комплект, как мы говорили, идёт звёздочка. Вот она для этих целей предназначена. Что, мы отпустили? Взяли. Зафиксировали. Мы запустили сюда этот наш рукав. Так. Надо ещё немножко... Сейчас. Так. Здесь ещё шлицы какие-то. Так, так, так. Всё. Вот так вот. Сейчас дрификсируем. Пластиковый хомут только сильно не надо прижимать аккуратно. Да-да, аккуратненько всё это делать нужно. Значит, ну и... Вот сюда вот. С заворотом, то есть, надо брать, делать вот это вот. Андрей, отпусти. Всё, хватит, наверное. Там я уже отпускал наяп. Вот так. Всё. Вот оно всё одевается. Всё на своё место ставят, да, тросики. Получилось, Андрей, снизу оно. Вот там, он его. Отлично, зайдём. Олег. Поставь. Не, сверху делай, Андрей. Вот сбоку, да-да-да? Да. И зажимай. Всё. Ну, давай, попробуем, Андрей, одеть. Бери, одеть. Заходи, да? Давай, Андрей, одеть, Ваня. Ну, или ты, да, давай, так. Давай, я. А, нет, это нормально, она не на себе не была. Я поджал ещё. Поджал, Андрей, идут специально все эти. Чуть-чуть вот здесь. Здесь много. Ну, вот. Отпускать надо. Ну, и под себя просто. А, ну. Ну, ладно. Ну, и защёлк от здесь. Вот такая вот, кстати, да. Рукоять регулируется на длину руки. Можно здесь, чтобы дискомфорт не ощущать, можно вот так вот здесь взять. Двигается она по этому промежуточному раскрыву. Можно взять, вот она, типа как хомут, она регулируется здесь. Всё. Зажали. Вот клавиша включения-выключения. Вот она здесь. Значит, вот здесь вот. Ставим, чтобы постоянно не жать на кнопку. Выставлять можно обороты и просто дуть. Вот, берём, не жать, не жмём на кнопку. Просто выставляем обороты и просто жмём. Всё. Вот. И просто уже вводим. То есть, вдуваем вот той поверхности, которая нам нужна, скажем так. Ну, в нашем случае это в чём. Можно. Нам не надо такой длины патруб. Да, патрубок такой длины нам не нужен. Можно чуть-чуть вот так вот взять и кончивать. Да даже если так длинно, то ещё красиво. Я думаю, да. Вот так. Не, ну так уже коротко. Ну, можно вот, 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 вот это, смотри. Вот. Всё. Вот и всё. То есть, вот встал на таком расстоянии и дуешь. Ну, вес 8 килограмм. Но я думаю, он не сильно на плечах ощущается. Потому что всё-таки это шлейки на двух плечах. Нормально. Повернись. Вот такая вот, кажется, массивная у нас сбоку. Ну, мы брали запасы мощности. Да, чтобы уже выдалась такая нам возможность. Нам её, конечно, обошлась. Она нам относительно недорого. То есть, это по сегодняшнему курсу, если брать, это 230 долларов. Даже чуть... Да, 230. 233 доллара она обошлась нам. То есть, ну, достаточно цена интересная такая. Когда штиль сколько стоит? Штиль стоит... Ну, в магазине, грубо говоря, немножко оговоримся. Тут и раскроем секреты свои немножко. Мы, как бы, торгуем инструментом, аккумуляторами. Да, покажи, Андрею. Это инструменты наши, аккумуляторы, да. Мы, как бы, знаем всех поставщиков этих инструментов и аккумуляторов. И нам у всех от 15 до 35% у поставщиков у нас скидка. Поэтому, как бы, такая цена получилась. Но, вообще, штиль стоит... В закупке он стоит 320 долларов. Штиль. А в продаже он под 320 долларов. То есть, ну... То есть, не в продаже. В продаже он, да. Долларов 310-300 долларов где-то. В продаже он, наверное. То есть, ну, это и дешевле, и гарантия в два года. Да, неизвестный производитель, но я думаю, он не хуже будет. То есть, ну, смотрели мы видео в интернете. То есть, сдувают таким же, 42-м Риоби, это Риоби, сдувают пчел. И все очень круто получается. То есть, за один проход магазин вот так вот выдувают и все. В чем преимущество? Она висит на плечах, да. А ты просто рукой управляешь и направляешь на магазин и сдуваешь. То есть, тебе не нужно вот это вот, как говорится, ну... Ну, сумка, грубо говоря. Да, грубо говоря, брать вот эту вот сумку, сумку, вот эту вот, и в руках ее все вот так вот брать и поднимать. То есть, эта висит у тебя на плечах, и ты просто управляешь, значит, раструбом. Все, вот она. Поставил, как раз она, да, будет, Андрей, по высоте получаться на уровне магазина. Да, да, да. То есть, на нашем прицепе, как они стоят, она просто супер будет. Вообще классная вещь. То есть, довольно-таки неплохая штука. Понравилась мне. Обязательно будет видеообзор по запуску, по пробе, как она, по работе. Попробуем даже у нашего друга, либо у нас на пасеке, снять видео, как сдувает она пчелу обязательно. Смотрите, это будет дополнительное видео. Ну, в принципе, обзор вот такой вот, минимальный, скажем так. Ну, все удобно, все практично, все под руками. Ну, вещь классная. То есть, мы по покупке вообще очень довольны. Вот такие вот наши, вот такой вот наш видеообзор про нашу гутухадубочку Риобия 42. Смотрите наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok